С открытием пляжного сезона, который традиционно наступает в первый летний день, в краевой столице стартует месячник безопасности на водных объектах. Сотрудники МЧС организуют рейды по излюбленным местам отдыха горожан. С началом навигации спасатели проверяют наличие у водителей документов на управление речным автотранспортом. Для того, чтобы их получить, владельцы катеров, скутеров должны пройти обучение. На воде большинство правил таких же, как и на автомобиле, то есть на суше. Помеха справа, нужно уступить, расходиться левыми бортами. А такие, например, как волна, течение, естественно, на воде это свои нюансы. В краевой столице около 15 пляжей. Однако только три из них, центральные городские пруды, водоем в парке Северном, а также база отдыха в поселке Березовка отвечают требованиям спасателей. Остальные не прошли контроль на безопасность. Дно не проверено, глубина неизвестна, какие там есть водовороты, нет средств для спасения, то есть нет людей, которые бы могли при необходимости оказать помощь. В Хабаровском районе соответствует всем требованиям только один пляж на заимке Плюснина. На обследованных зонах можно отдыхать, купаться в открытых водоемах запрещено. Допустимая скорость течения для купания составляет полметра в секунду. К сожалению, река Амур и протока Амурская несут свои воды за скоростью 1-2 метра в секунду, что в 2-4 раза превышает, допустимую, скорость для купания. Одно из самых опасных мест для купания – база отдыха «Дельфин». Несмотря на запрет заходить в воду, здесь ежегодно гибнут люди. Чтобы предотвратить беду в этом году, администрацией города организован спасательный пункт. Есть спасательный круг и выброска, чтобы кидать, чтобы человек мог захватиться и подтащить его. Кроме быстрого течения и плохого дна, опасность представляет и качество воды. С момента прогревания Амура до 16 градусов сотрудники Роспотребнадзора берут пробы на наличие бактерий в трех контрольных точках города – на пляже в районе Амуркабеля, Центральном и в районе Воронежа. Исследования проводятся раз в 10 дней. По результатам лабораторного контроля за истекший период 2016 года, видно, что микробное загрязнение увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза. С каждым годом в Хабаровском крае число жертв на воде становится меньше. В этом году администрация города направила на рассмотрение в Краевую дому предложение штрафовать тех, кто, рискуя жизнью, нарушает запрет на купание. По словам сотрудников надзорных ведомств, во многих трагедиях виноваты сами отдыхающие. Надежда Лавриненко, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения. 26 малышей появились на свет 31 мая, в день рождения Хабаровска. Родители новорожденных получили подарки и денежные сертификаты. По статистике, сегодня население Краевого центра составляет 612 тысяч человек. Девочки, мальчики, мальчики очень нужны. Пополнение в семи Ячневых ожидалось в середине мая. Но малыш, на удивление и врачам, и родителям, появился на свет на две недели позже срока, в день рождения Хабаровска. Были мысли в этот день назвать Ерофей, но уже давно на Артуре остановились. Не будем экспериментировать. И так достаточно, чтобы в день города родился. Это уже двойной праздник. Ежегодно в городе на свет появляется более 7 тысяч детей. Пик рождаемости на 31 мая зарегистрирован в 2013 году. Тогда счастливыми стали 36 семей. Для комфортного проживания и доступности образования в Хабаровске возводятся новые дома, строятся школы и детские сады. Проблема детских садов с 3 до 7 лет решена. Я думаю, сейчас идет комплектование. Мы решим проблему с 2 лет ребятишек, те, кто заявили себя на очередь. На федеральном уровне сейчас решается вопрос о возведении новой школы в микрорайоне Ореховая сопка. К работам строители должны приступить уже через несколько недель. Татьяна Токарь, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения. Акция «Неделя детства» стартовала в Хабаровске. На благотворительном концерте собрались около 500 подростков, половина из них – воспитанники детских домов Хабаровского края. Международный день защиты детей на проведение праздничных мероприятий меценаты города перечислили в краевое отделение российского фонда 1 миллион рублей. Он вводит их в походы, на рыбалку, он учит их справляться по рекам. Его имя – Непогодин Михаил Михайлович. Звание «Рыцарь детства» за работу с подростками получил руководитель Центра социальной адаптации молодежи «Грань» Михаил Непогодин. Около 20 лет он вместе с воспитанниками детских домов укращает горные реки, покоряет вершины. Его первым ученикам, которые прошли школу выживания, уже больше 30 лет. Эти дети со мной рядом по жизни. И вот сейчас, в данный момент, мы строим дом «Центрогрань». Мы взяли землю, 15-го, строим дом. И помогает кто? Самые первые воспитанники «Центрогрань». Это Иван Амосов, это Вова Зайцев, это Коля Чань, причем вот есть успешные ребята. Под эгидой «Центрогрань» на городских прудах ежегодно проходят соревнования на каяках. Также этим летом воспитанники детского дома поселка Переяславка сплавятся по хору. Хабаровские многодетные семьи навыки выживания готовы приобрести в трехдневном походе по реке Тунгусска. Марьяна Гей, Дмитрий Маклаков, Хабаровская студия телевидения. Более 10 тысяч детей и подростков во время каникул отдохнут в пришкольных лагерях. Они с 1 июня начали работу во всех образовательных учреждениях города. И сегодня во Дворце культуры дан старт пятой летней четверти. Наша задача стоит как можно больше детей не находились дома и не сидели в интернете, а как раз были в образовательных наших учреждениях, которым мы в этом году создали все условия, чтобы они могли ими воспользоваться. Это и городские оздоровительные лагеря с первого по шестой класс, даже можно и семиклассников. Это и все трудовые отряды. Трудовым лето будет для старшеклассников. Около двух тысяч подростков будут наводить порядок на улицах и в парках, оказывать помощь ветеранам, организовать спортивные мероприятия во дворах жилых домов. Всего в Хабаровске сформировано 116 трудовых отрядов. Военные музыканты сменили парадные перчатки на хлопчатобумажные садовые. Участники фестиваля «Амурские волны» на время стали парковыми работниками. В помощь тонна воды с органическими удобрениями. Подкормка поможет вот этим саженцам набрать силу и пойти в рост. Благодаря прохождению в Хабаровске ежегодного фестиваля «Амурские волны» в городе появилась еще одна достопримечательность. Это кленовая аллея военных музыкантов в парке имени Гагарина. На территории циркового комплекса 50 саженцев лиственных пород оркестранты высадили за рекордные 20 минут 5 лет назад, в свой дебютный год выступления в Хабаровске. Тогда главный военный дирижер России генерал-лейтенант Валерий Халилов посадил свое первое дерево на Дальневосточной земле. Я помню прекрасно, как я высаживал это дерево. У меня даже и фотографии есть, и видео есть. С двух сторон причем. Но сейчас пояснили, почему на этой стороне деревья более мелкие, чем там. Потому что там и южный ветер зимой, и солнечная сторона. А здесь уже после обеда как бы только солнце. Оркестры, собираясь на фестивале «Мужские волны», каждый год проведывают единственную в России аллею военных музыкантов. Внесли свою лепту в благоустройство «Зеленого сквера» и иностранные новички. Начальник военно-оркестровой службы Сингапура хочет вернуться в Хабаровск на следующий год с выступлением своего коллектива. Это символизирует то, что сколько деревьев будут расти, сколько будет фестиваля у нас. Уже немыслимо проведение Дня города без такого мероприятия. Клены ежегодно дают прирост до 20 сантиметров. Так что в следующий юбилей участники фестиваля могут встретиться под раскидистыми кронами уже взрослых деревьев. Анастасия Краничук, Дмитрий Маклаков, Хабаровская студия «Телевидение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова